Давайте обсудим теперь, как же проголосуют крупные города. Наша социологическая служба работает, благодаря деньгам, которые вы нам присылаете. В прошлый раз мы опубликовали результаты общероссийского опроса, но теперь нам важно понять, а что в крупных городах-то происходит. Многие считают, не то, что многие считают, это отчасти так и есть, что есть вот такая вот вообще в целом Россия, ну, немножко дремучая, потому что в ней в основном смотрит телевизор, и телевизор является главным источником информации. А есть продвинутые города, и эти продвинутые города, они должны совсем не так голосовать, они достаточно специфически голосуют по сравнению со всей остальной страной, и они должны иначе думать, они должны иначе относиться к выборам, они должны иначе относиться к кандидатам. Это было нам очень интересно, тем более, что мы с вами в основном, это такая, в широком смысле слова, партия крупных городов, потому что те, кто смотрит эту программу, кто участвует в нашем движении, это люди, живущие в городах и пользующиеся современными средствами коммуникации, интернетом в первую очередь. И мы провели опрос в Екатеринбурге, потому что это такой типичный город-миллионник. Результаты голосования в Екатеринбурге обычно очень похожи на результаты голосования в Москве, и сейчас мы посмотрим, что же нам говорит Екатеринбург, и мы будем знать, что же вообще думают крупные, крупнейшие города относительно того, что на этих выборах происходит. Давайте сначала смотрим слайд номер один. Вообще информированность о выборах. Сколько людей знают? Вот посмотрите, 91%, кстати говоря, довольно смешно. у нас же есть приложение и для айфона, и для андроида, и довольно много сейчас уже людей, тысячи людей слушают эту передачу, и вообще наш канал как радио. И в прошлый раз я показывал слайды, но не читал их, и получил очень много возмущенных откликов. Типа, ну читай, мы же не видим, что ты там показываешь. Так вот, буду читать. Верните, пожалуйста, слайд. Значит, информированность очень хорошая. 91% людей знают, что будут процедуры, которые называют выборами. Что-то слышали 8%. Ну, то есть, сработал телевизор, работает Центральная избирательная комиссия. Дальше мы спрашиваем жителей Екатеринбурга, жителей всех крупных городов, а про кого вы вообще слышали, что они будут участвовать в выборах. И мы видим результаты на следующем слайде. А 91% людей, ну то есть почти все знают про Путина. На втором месте идет Собчак. То же самое, как во всей остальной России. В основном все слышали про Путина и про Собчак. Про них очень много передают по телевизору. Жириновские, Явлинские. И такая же картина, как и по всей стране, у нас получилась в Екатеринбурге. Каждый четвертый считает, что на выборы идет Зюганов. И 22% людей считает, что на выборы идет Миронов, который ни тот, ни другой не идет. Но вот у людей как-то в голове живет эта мысль. Поэтому и здесь мы спросили про Грудинина. Нам очень любопытен Грудинин. Давайте посмотрим на следующий слайд. Мы задали открытый вопрос, кто же идет от КПРФ. И 32% людей говорят, что Грудинин. Они знают верно. Но 13% людей по-прежнему считают, что это Зюганов. А 51% вообще затрудняется с ответом и не может сказать, кто же идет от КПРФ. Перейдем к двум последним и самым важным слайдам. Собственно говоря, рейтинги кандидатов. Сначала от всех 100%. То есть вот мы спрашиваем, за кого бы вы проголосовали в ближайшее воскресенье. Если выборы были в ближайшее воскресенье. Самое интересное на этом слайде, это то, что внизу написано сереньким. О том, что о возможном участии говорят 65% респондентов. Для всей остальной страны это 75%. То есть мы видим, что в крупных городах уже сейчас на 10% меньше избирателей собирается идти на выборы, чем в целом по стране. Но это цифры завышенные. Люди всегда, извиняюсь, врут относительно своих намерений идти на выборы. Потому что считается, что это правильный ответ сказать, да, я пойду на выборы. Даже среди тех, кто на выборы никогда не ходит. Но здесь мы видим ту же самую ситуацию. Путин 56%. Это если от 100% считать. Жириновский, Грудинин, ну и дальше уже на уровне погрешности Собчак, Титов, Явлинский. Все по одному проценту. Последний слайд, самый важный с этой точки зрения. На нем мы видим реальные рейтинги. Вот если бы выборы были в это воскресенье, крупные города, Екатеринбург и Москва, проголосовали бы. Но фактически точно так же, как и вся остальная страна. И это самое большое, ну вот меня удивило, честно скажу, эти данные, которые показывают, что отношение к кандидатам в крупнейших городах точно такое же, к России в целом. 79% поддержка Путина. Путин получил бы 79% на своих перевыборах. Жириновский и Грудинин боролись бы за второе-третье место с результатом в районе, извините, и у того и другого по 7%. Дальше Собчак, Титов, Явлинский уже на уровне погрешности 1% у всех них, и другой политик 4%. То есть все то же самое. Вот эта вот путинская конструкция перевыборов, она не оставляет вообще никаких нам надежд, ни на что повлиять на этих выборах. Поэтому идти туда не нужно. Это вот какие-то такие подставные люди с минимальным рейтингом, которые прыгают вокруг Путина и не пытаются даже свой рейтинг увеличить. Нам было интересно посмотреть результаты альтернативного опроса в городе Екатеринбурге, потому что одновременно с нами местная социологическая служба вела опрос. Давайте мы посмотрим, что же они там намерили. Мы видим, что очень похоже. Они дают Путину 77%, Грудинину 6%, вот Жириновскому меньше, в отличие от нас. Мы даем Жириновскому 7%, они дают Жириновскому 3,8%. Дальше Собчак 1,3%, Титов 1%, Явлинский 0,6%. Ну то есть это все в районе 1%. Поэтому, как мы видим, верните, пожалуйста, как мы видим, результаты очень похожие на наши, но крайне интересно, они замерили антирейтинги. В следующем нашем опросе мы тоже будем антирейтинги замерять. Довольно интересные цифры, это крупнейшая игра, это Екатеринбург, да. Антирейтинги. У Путина 3%, у Грудинина 13%, у Жириновских 32%, у Явлинских 24% и Собчак совершенно фантастический антирейтинг. Нам показывает 80,5% людей, которые говорят, что никогда в жизни бы не проголосовали за такого кандидата. Это довольно интересно, но, собственно говоря, наверное, это и есть главная причина того, что именно Собчак сейчас продвигает в телевизоре как такого главного оппозиционного кандидата. Потому что, очевидно, эти огромные антирейтинги приведут к очень низкому результату, а нам всем потом расскажут о том, вот как же так выступил оппозиционный кандидат не очень успешно. Поэтому хотите быть частью этого всего, идите на выборы и участвуйте в возне вокруг путинских процентов. Хотите нормальных выборов, бойкотируйте их, призывайте всех бойкотировать, требуйте того, чтобы всех кандидатов допустили, участвуйте в забастовке избирателей. Продолжение следует...